Из скотча и палок в Перми прошла Международная школьная лига инженерных соревнований. Участники пытались проявить свои навыки в строительстве прототипов инженерных сооружений. За процессом наблюдала Евгения Чернявская. В Центре инновационного опыта 33-й гимназии собрались 13 команд со всего Прикамья. Они заняты тем, что строят, условно говоря, уменьшенные копии инженерных сооружений. Ребята строили конструкции из деревянных палочек, катка ниток и матка скотча. По заданию условная пропасть составляла 70 см, а потому мост должен быть достаточно длинным и, конечно же, прочным. Это материалы, на самом деле, имитация тех материалов строительных, которые могут использоваться и в создании настоящих инженерных сооружений. То есть, так скажем, например, нитки имитируют какую-то веревку, тросы, скотч – это как соединительный элемент. Ну, а палочки – это как брусья или блоки, из которых можно также и проконструировать мосты в реальности. На все про все организаторы отвели полтора часа. За это время надо спроектировать и скрепить детали так, чтобы мост затем можно было нагрузить. Час сооружение выдержит наибольший вес, тот и становится победителем. Организаторы конкурса уверяют – подобные соревнования помогут детям определиться со своим будущим. Мы все озабочены профориентацией школьников, и это как раз то мероприятие, которое позволяет ребятам определиться, может быть, тем, кому интересно инженерное творчество, которые себя в будущем видят инженерами. Для них это очень интересно, и они могут попробовать себя уже в роли проектировщиков, инженеров такого сооружения, как мост на данный момент. Соревновались в этом необычном, но интересном конкурсе ученики пятых и шестых классов. Школьники еще не изучали физику, потому в работе опираются только на свой небогатый детский опыт и смекалку. Мы решили выполнять двойную технологию, решили заряжать палочки, чтобы вот так вот. Потом мы их вот так поставим и соединим вот так вот к мосту. Мы выбрали эту технологию, потому что она, по нашему усмотрению, более надежная. И с ней мы думаем, что нас ждет победа. В ряде городов России такие соревнования уже проводили. Для перемежи формат новый, но организаторы надеются, что он приживется. Что же касается итогов прошедшего школьного технического форума, то инженерной мыслью облеснула команда новаторы из седьмой гимназии. Мост выдержал почти 9,5 килограммов. Евгения Чернявская, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова